Дальше, Лёшенька, бери и начинаем подымать его. Подымай, подымай сам. Молодец. Раз, давай ещё два, три. Вот мы уже доходим почти до 50 раз. Этот результат для Лёши большое достижение, ведь ещё пару месяцев назад выполнять даже эти упражнения он не мог. Но сегодня старается побороть последствия тяжелейшей травмы. Полгода назад мальчик сорвался с тарзанки. Падение обернулось трагедией. У Алексея Стуклова закрытый перелом позвоночника и полный паралич ног. А что тебе за игрушка? Молосова, это твоя? Все детство дома привезли. Лёша – воспитанник коррекционной школы-интерната города Находки. Его родители умерли два года назад. Сегодня круглые сутки рядом с ним его воспитатель. Елена Михалёва признаётся, поначалу приходилось бороться с юношеским максимализмом Алексея, ведь 16 лет – возраст непростой. Но чуть больше, чем за два месяца, они с Лёшей очень сблизились. И он привык ко мне, иной раз даже меня. Можно я вас мамой назову? Ежедневно бороться за здоровье без такой поддержки Лёше было бы крайне тяжело. Помимо специальных упражнений, он постоянно проходит множество процедур. До реабилитации в Краевом клиническом центре во Владивостоке, куда его определили в начале ноября прошлого года, Алексей не получал должного лечения и ухода. В результате развелась пневмония, образовались пролежни. Но сейчас, благодаря усилиям врачей, появилась большая подвижность в руках, восстанавливаются тазовые функции. У нас проходит длительный курс массажа, ЛФК, иглоукалывание. Получает дорогостоящие препараты, которые необходимы ему для подъёма иммунитета. Если на фоне такого заболевания у него снизится иммунитет, это очень губительно скажется на нём и на его здоровье. В свободное от процедур время Лёша любит смотреть комедии и разгадывать кроссворды. Книги читает, но признаётся, у него математическое мышление. И точные науки его привлекают гораздо больше. Но всё же творческие увлечения у него тоже есть. Сегодня Лёша упорно работает, чтобы восстановить силы и здоровье. И для лечения ему необходимы специальные препараты. Справиться с последствиями травмы без них крайне сложно. У мальчика держится высокая температура, антибиотики не помогают. Курс лечения иммуномодулятором пентаглобин стоит более 200 тысяч рублей. Чтобы помочь Алексею Стуклову, необходимо отправить сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда мечты Лёши о выздоровлении станут реальностью. Читатели Русфонда, телезрители и другие неравнодушные жители Приморья уже исполнили одно из желаний Лёши. Теперь у него есть планшет, о котором он так давно мечтал. Но главное, что у Алексея Стуклова появилась серьёзная моральная поддержка. А ведь именно её ему очень не хватало в этой сложной жизненной ситуации. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков, Василий Косилов. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова